Эта конференция сейчас будет записана. В этом году нам исполнится уже 30 лет, и все это время мы обучаем людей, помогаем нашим слушателям повышать профессиональный уровень и обучаться новым профессиям. Меня зовут Белова Ольга, я менеджер по трудоустройству выпускников, и сегодня у нас в программе выступления представителей компаний-работодателей, которые расскажут вам о том, кого они готовы приглашать на работу, о своих требованиях, и основной фокус прошу сделать на вакансиях для джуниоров. Также сегодня в 20.00 к нам присоединится Ольга Белая, представитель Хабр Карьера, расскажет об актуальных зарплатах в эти отрасли и также о различных специализациях. Сейчас пока я рассказываю вам несколько снов о нашей программе трудоустройства. Уважаемые слушатели, если можно, давайте определимся, кого сегодня больше. Вы в IT-сфере джуны или уже на каком-то среднем уровне, может быть какие-то сеньоры здесь присутствуют. Если джуны, поставьте в чат один, совсем нет опыта, если какой-то опыт есть и уже где-то поработали, то двоечку, если сеньор, то троечку. Итак, в учебном центре специалист за счет уникального сочетания бауманской методики преподавания и современных технологий проведения обучения, а также практика ориентированного подхода, мы вам гарантируем 100% качество образования. Мы понимаем, так как уже учим давно разным профессиям, что важно молодых специалистов на старте их вхождения в новую профессию оказать им всяческую помощь и поддержку. И сейчас я хочу рассказать несколько слов о тех мероприятиях, которые входят в нашу программу содействия трудоустройства. Вот она сейчас есть на слайде и про каждое это мероприятие я расскажу отдельно. Первое – это включение в наши курсы так называемых кейсов, в которые вы, обучаясь, практикуете, вырабатываете определенные навыки. Потому что сейчас на рынке труда, правда, очень ценятся навыки, а не просто знания и какой-то теоретический подход. Следующее мероприятие, которое я вам всем очень рекомендую посетить, это бесплатный наш курс «Успешный поиск работы и трудоустройства в период кризиса и карантина». Сейчас он проходит раз в месяц, ближайший запланирован на 23 апреля, его ведет Ольга Юрьевна Светлышева. И там рассказывается от все пути трудоустройства, от составления резюме до прохождения собеседования. Разные нюансы разбираются в вашей ошибке. Вебинар этот живой, вы можете задавать там свои вопросы, участвовать в разборе реальных кейсов, как-то там пробовать себя. Записаться можно либо по QR-коду, либо я чуть позже размещу ссылочку для записи в чате. Следующий этап, когда у вас, если остались какие-то вопросы после данного тренинга по трудоустройству, также я провожу личные консультации. Можно на них записаться по форме. Я обязательно со всеми связываюсь. QR-код введите на экране, также ссылочку на форму я чуть позже размещу в чате. Когда вы подготовились, оформили резюме, вы можете переходить к подбору вакансий. Мы их размещаем от наших партнеров в каналах. Можно подписаться на любой из них, более вам удобный, и там отслеживать. Все новые вакансии и стажировки мы там публикуем. Сегодня после дня карьеры в течение недели обязательно выложим и те, которые нам предоставят сегодняшние работодатели. В чем преимущество ваше будет, если вы будете откликаться на данные вакансии? Так как данные работодатели являются нашими партнерами, они уже оценили на практике, что мы учим их специалистов хорошо, они довольны результатом, и потому доверяют качеству нашего образования. То есть то, что вы учились в учебном центре специалист, будет вашим конкурентным преимуществом. Также мы проводим дни открытых дверей, дни карьеры, такие как сегодня. Они проходят по разным специализациям. Следующий день карьеры будет у нас 14 апреля для специалистов финансового профиля. Бухгалтеров, экономистов. Если у вас, может быть, есть такие коллеги, можете с ними поделиться ссылкой. Если сейчас нет вопросов по программе, давайте сейчас я тогда посмотрю, кого же больше в чате. Все-таки джуны у нас превалирует, но вот также есть и три сеньора. Насколько я вижу, прекрасно. Я думаю, что каждый сегодня найдет для себя какой-то вариант работы. Итак, первая компания у нас сегодня – это компания U-Money. Можно подключаться. Вашу презентацию я вывожу на экран. Коллеги, готовы листать презентацию? Ну, я готов. Тогда давайте я и начну. Для следующего слайда я буду просто говорить дальше, так как слайдами не управляю. Всех приветствую. Меня зовут Лыков Денис. Я работаю в компании U-Money. Я яндусь в деньги, отвечаю за IT. И сейчас мы в картинках посмотрим, что же такое IT и чем вообще занимает наша компания. Давайте дальше. Следующий слайд про компанию в целом. Какое-то вводное, да, что мы, где мы. Старая, можно сказать, компания, да, то есть ей более 20 лет. Почти тысяча сотрудников. Три крупных города присутствия. Плюс у нас расширилось количество сотрудников на удаленной работе, да, которые вообще не имеют закрепленного места в офисе в период пандемии. У нас это стало тоже трендом. Система, ну, или компания, да, популярная, известная. Миллионы кошельков пользователей были открыты, да, электронные деньги, которые мы обеспечиваем. У нас есть еще продукт Яндекс.Касса, который уже не для физических пользователей, не для физиков, а для мерчей, для партнеров, для наших магазинов, где мы являемся средством оплаты. Для того, чтобы и тем, и тем было удобнее с нами работать, мы еще имеем свой карточный эквайринг и эмиссию. Выпустили миллионы, даже десятки миллионов карт, чтобы говорить про виртуальные карты. Давайте дальше. Как это все развивалось? Ну, для начала были какие-то энтузиасты, которые решили, что деньги должны быть и могут быть электронными, когда развивался интернет. Был такой стартап. Потом началось партнерство с Яндексом. Дальше Яндексу все это понравилось, и он выкупил всю эту историю. Потом у нас появилась лицензия. Мы стали таким, ну, не полноценным банком, но могли совершать все те же самые операции, кроме выдачи кредитов и вкладов в обычные банки. Дальше у нас появился в акционерах Сбербанк, который хотел строить с нами с Яндексом некую синергию. В 2014 году было знаковое событие. Появился новый продукт, новая вертикаль Яндекс.Касса наравне с Яндекс.Кошельком. Это уже решение для мерчей, для партнеров. Потом следующее знаковое событие, когда у нас появился свой капчетный процесс в виде эмиссии и эквайринга. И вот в прошлом году у нас было два события крупных. Ну, во-первых, Сбербанк развелся с Яндексом и выкупил полностью нашу компанию. Мы хотели сделать техническую дезинтеграцию от Яндекса и ребрендинг, став компанией U-Money. И у нас запустилась третья продуктовая вертикаль – это РКО – расчетно-кассовое обслуживание. То есть сейчас у нас три крупных продуктовых вертикали. Давайте дальше. Ну, про U-Money, да, как про кошелек, как для физики. Что здесь можно сказать? Что мы по многим оценкам – самое популярное электронное платежное средство, если говорить про электронные кошельки, у нас в Рунете. Ближайший конкурент отстает от нас довольно сильно. Много у нас было различных признаний в виде наград на российских и народных финансовых конкурсах. Давайте дальше. Если говорить про Яндекс.Кассу, про U-Кассу теперь, да, решение для наших юридических партнеров, для магазинов. Здесь мы, как говорится, вне конкуренции. Почти 40% магазинов Рунета пользуются нашими услугами. И даже такие крупные конкуренты, как Киви и Сбербанк, да, от нас очень далеко. Давайте дальше. Теперь давайте вот про IT. Да, вот вы поняли про масштаб. Кто же все это обеспечивает, как оно работает? Давайте дальше. Прежде всего, я должен сказать, что у вас есть, конечно, какие-то ценности, есть культура и ценности. Не знаю, что друг друга определяет, может, они как-то живут вместе. Но все решения, которые мы принимаем в рамках архитектуры, автоматизации, технологий, они и процессы разработки, и эксплуатации, они решают какую-то цель вот из тех ценностей, которые здесь обозначены. Либо мы хотим, кстати, быстрее, чтобы их изменения поставлялись не только более качественно, но и более быстро. Либо это связано с сотрудниками, которых мы хотим не только нанять, но и развивать, и удерживать. Или мы думаем о стоимости, да, владения нашими решениями, когда, например, с ростом бизнес-процесса, компонент, сроком сложности архитектуры, мы не хотим, чтобы линейно или экспоненциально росло количество сотрудников той же эксплуатации. То есть надо думать о эффективных решениях, о оптимизациях, о автоматизации и так далее. И, конечно же, это отказоустойчивость, наша визитная карточка, мы не должны впадать, должны быть надежными 24 на 7. Это, конечно, что-то влияет на процессы разработки, так и эксплуатации. Давайте дальше. Значит, что по людям? По людям? В IT почти 400 человек, вот из той почти тысячи, о которых я говорил раньше, да, основной костяк – это разработка, продуктовая разработка и платформенные команды, бэкэнд, фронтэнд, мобильная команда, тестирование, не только, соответственно, тестирование продуктовых командов, но и такие команды, как команды интеграционного и нагрузочного тестирования. Плюс работа с данными и бизнес-компеллингами. Все то, что пишется внутри или закупается снаружи, эксплуатировать эксплуатация, их около 80 человек. Надо здесь сказать, что не только свое программное обеспечение, но и свое оборудование в дата-центрах. Два дата-центра, примерно по 1000 серверов каждой, свои сети, свои каналы. В общем, все серьезно. Разработки, разрабатывать помогают проектные офисы и аналитики, то есть проект-менеджеры, которые координируют деятельность продуктовых команд, да, все разработки, а нас все заточено в командах по направлению, да, в том числе, там, команда лояльности или команда перевода. И аналитики, которые помогают писать тех решения и не разваливаться в нашей системе. Плюс у нас есть большой департамент, большой, 30 человек, которые про финансовые внутренние системы. Вот у них всякие штуки, которые про наши внутренние процессы, личные предсотрудники, руководителя, такие продукты Jira и Viki, которые нам помогают выстраивать процессы разработки. И финансовые сервисы, да, то, что осуществляет связь между нами и Центробанком для движения финансовых потоков. Давайте дальше. Значит, какие это цифры по разработке, чтобы было понятно, выстроены или нет. Вот у нас за прошлый год было 13 тысяч релизов. Много это или мало, я не знаю. Мы их не считаем, потому что у нас выстроен инфицированный релизный цикл, когда изменения разработчиков протестированы и прошли код-ревью его коллегами, то все автоматически попадает на продакшн-среду, протекая через стенды интеграционной и нагрузочной команды. На продакшн это раскатывается на часть трафика, если ничего страшного не случилось, катится на остальные серверы. Да, то есть нам это помогает быть как быстрыми, так одновременно и надежными. Наверное, не были бы команды такими быстрыми, если бы у них не было своих независимых тестовых стендов. У нас есть своя тестовая инфраструктура, около 120 тестовых стендов на 25 команд разработки, каждый из которых в миниатюре повторяет продакшн-среду. То есть там есть почти все компоненты собственной разработки. Ну, их там можно вставить или удалять по кнопочке, кому сколько надо. Давайте дальше. Проект хватался немножко под капотом. Что там есть? Ну, самое крупное подразделение – это сопровождение систем, собственные разработки и купленных снаружи, наружу, да, вот 25 человек, включая автоматизаторов. Это администратор баз данных. База данных у нас, собственно, заработка, как правило, подраз. У каждого компонента независимый классик. Аналитика данных на решениях Microsoft, поэтому там и базы данных, и на SQL. И процессинг карточный у нас внешне купленное решение, поэтому там мы вынуждены использовать дорогой порог. Есть, собственно, телефоник, я говорил, да, собственная сеть. И, конечно же, служба мониторинга, которая работает 24 на 7, имеет кучу там вот этих кнопок, графиков и ручек для переключения чего-то, и если что-то упало. Давайте дальше. Значит, что-то по эксплуатации, какие-то цифры, да. Мы стараемся следить за возможностями нашей системы по масштабированию, да, то есть по ее пропускной способности. Для этого мы на бывой среде в ручном автоматическом режиме проводим нагрузочные тучения, так это мы просто пытаемся сломать свой продакшн. Если говорить про аптайм, то у нас месячная цель 29-25, это давай 29-98 сейчас. Что такое 29-95? Это не больше 22 минут простой отступник по критичным бизнес-процессам, да, то есть как платеж в произвольной банковской карте, что выносит нам деньги и дает нам репутацию на рынке, в то же время, в то же время, пользователей и партнеров. И здесь немаловажно не только применять различные резервирования, да, на всех уровнях, но и проводить аварийные учения, когда мы пытаемся сами все сломать, отмечая отдельные каналы, стойки, компоненты, да, зацелые ката-центры. Давайте дальше. Что по технологиям? Ну вот здесь к тому, что интересно, может на файде почитать. Так скользь скажу, да, что backend основном это Java, TEST и Kotlin, frontend TypeScript React, мобильная разработка Swift, Kotlin и React, который просто платформен. Релизный цифр на продуктах Atlassian плюс Jenkins бесплатный, да, на работу данных рассказал. Есть большая развитая система учета журнала событий или просто блоги в народе, да, на продакшн-среде и на деф-среде все блоги в реальном времени доступны в Kibane, то есть в вашем браузере. Можете найти свою операцию, операцию пользователя, чтобы понять, что все хорошо или что все плохо. Все компоненты, собственно, заработки имеют у нас автоматически создаваемые графики и алерты в Grafani и в Moirie. Это сделано при помощи общих библиотекций, которые написаны платформенными командами frontend и frontend. Есть виртуализация, сейчас идет процесс ухода от человеческих LX и USB-контейнеров к докеру в Kubernetes. OpenStack у нас на... То есть тестовые среды у нас построены на OpenStack и всех, которые дают файловые системы. Ну, думаю, технологиям может дальше инвестироваться. Давайте иду в слайд. Значит, что могу сказать в целом? Мне кажется, что у нас довольно успешная IT, зрелая, серьезные процессы, серьезные требования, постоянные аудиты от Центробанка, от Сбербанка, от сторонних аудиторов типа Pricewaterhouse. Всегда получаем высокие оценки по информационной безопасности и по надежности IT. За счет чего? Ну, прежде всего, это, наверное, то, что мы используем столько же дорогие прокрепитарные решения но и open-source технологий, которые нам помогают быть гибче. Да, где-то могут тратить больше на внедрение, но получаем больше возможностей. Немаловажно, что не только разработка, но и эксплуатация кишек-корд для того, чтобы автоматизировать свои процессы. Автоматизация, она не только про дешевизну, стоимость, будущую эксплуатацию, но и про надежность, потому что человеческий фактор – один из основных причин сбоев, да, на втором месте, наверное, оборудования, а на третьем уже изменения в ходе разработки. Разработчики, эксплуатация, аналитики, PM-ы – все работают с единым хранилищем кода, и дают всех доступа, как минимум, на чтение. Я рассказал уже, что у нас автоматизированная выпуска, раскатка на час трафика, и, да, постоянный вот мониторинг, более 500 бизнес-процессов на мониторинге сейчас у ребят. Конечно, все их глазки не увидят, поэтому применяются и алерты в Telegram при помощи ботов и SMS, и звонки, в том числе, иногда, к сожалению, и ночные. Давайте, наверное, в следующий слайд. Вот, у меня про IT все, дальше я рассказ передам моей коллеге Миле, она у нас работает в HR-подразделении. Мила, тебе слово. Да, Денис, спасибо. Я руковожу отделом развития талантов в компании U-Money, и Денис очень подробно рассказал про наш IT-направление, наш стэк, а я расскажу про то, а как же к нам, собственно, прийти в компанию и начать с нами работать, учиться, развиваться и расти профессионально. Мы следуем нашему глобальным целям стать глобальным цифровым финансовым сервисом для людей и компаний, и это невозможно без привлечения новых, молодых, креативных и умных специалистов. Поэтому, можно следующий слайд. Мы создали наш замечательный карьерный сайт, где вы можете знакомиться со всеми нашими вакансиями, процессами подбора новых сотрудников и откликаться на те вакансии, которые там размещены. Мы приглашаем на работу на стажировки выпускников и на джунские позиции. Здорово, что сегодня у нас достаточно большое количество начинающих специалистов, и для вас у нас есть предложения в разные направления, как в IT-сферу, так и не IT. Это может быть разработка, тестирование, дизайн, финансы, маркетинг, пиар и так далее. Друзья, мы открыты для коммуникаций, и вы всегда можете к нам прийти не только за собеседованием и трудоустройством, но также и за определенные карьерные консультации, если она вам важна. Если вы хотите развиваться в сторону IT и финтеха, то мы всегда вам сможем рассказать, в каких направлениях стоит учиться, какие темы, возможно, будут максимально востребованы у нас, и в ближайшей или отдаленной перспективе вы сможете получить у нас работу. Можно следующий слайд. Я хочу отметить, что у нас сегодня отдельно для IT направления, наверное, будем на нем сосредотачиваться, и приглашаю вас на следующий день карьеры, где можно поговорить про другие специальности. С удовольствием расскажу и про другие тоже, но если говорить о IT направлениях, то здесь очень важно понимать, что мы не просто нанимаем стажеров или джинов, но мы очень тщательно развиваем внутри. У нас разработаны системные программы адаптации для новичков, есть внутренний портал, которым мы регулярно наполняем интересными и полезными материалами, разработанными внутри компании и с привлечением экспертов из различных направлений IT вовне. И это позволяет, не отрываясь глобально от работы, вырастать и очень быстро из джинов становиться middle специалистами и дальше расти по карьерной лестнице и, собственно, следовать очень такому прозрачному карьерному маршруту, который у нас тоже разработан. Мы передали уже наши вакансии, которые на данный момент открыты, они есть у Ольги. Здесь на слайде я указала наш джоб-сайт, плюс все мои контакты, опять же, есть у Ольги, можно писать напрямую мне, и мы с удовольствием с вами пообщаемся, познакомимся и уверенно будем сотрудничать очень плотно. Спасибо, друзья, за внимание и за приглашение. Ольга, мы закончили с нашим выступлением. Если есть вопросы, готовы на них ответить. Да, уважаемые слушатели, пока пишем вопросы в чат, я задам Миле пару вопросов. Можете пока озвучить просто голосом основные какие-то позиции, на которые сейчас вы ждете джунов. Так, сайт я сейчас переключу. И я обещаю выложить, мы на этой неделе обязательно все разместим на наших ресурсах, все вакансии, которые вы нам прислали. Вот, я вижу вопросы в чате. Если можно, пока голосом озвучить какой-то просто перечень, чтобы наши слушатели для себя... Да, мы ожидаем джунов в направлении тестирования, в направлении бэкэнд-разработки, во фронт-энд. И пока, наверное, все. Да, бэкэнд, фронт-энд и тестирование. Вот это ключевые наши направления, куда мы готовы приглашать джунов, если не IT. Если, да, да. Если IT. Ну, плюс надо сказать, что тестирование у нас, опять-таки, я сказал, есть разное, да, то есть можно пойти в тестирование, которое больше про веб-направление, да, можно пойти в тестирование, которое про мобильное направление, да, то есть работать больше с устройствами, с девайсами. Потом у нас есть автоматизация тестирования, да, команды интеграции, причем отдельно она строит инструменты для мобильного направления, отдельно для веб-направления и бэкэнд-API-направления. Плюс есть команда нагрузочного тестирования, да, это все дается разный опыт, применяются разные инструменты, будут разные возможности, да, то есть те команды, которые занимаются интеграционным нагрузочным тестированием, я бы, наверное, их больше отнес вообще к разработке, а не к тестированию, да, они не нажимают какие-то там, не знаю, кнопочки на сайте, чтобы проверить, прошел ли платеж, они создают инструменты, да, вот, чтобы те самые 13 тысяч релизов в год стали, в принципе, возможными. Подскажите, пожалуйста, читаю вопрос из чата, если нет опыта вообще, есть ли возможность получить вакансию? Если нет опыта вообще, рекомендую тогда начать со стажировки, чтобы освоить хотя бы стартовые азы, и дальше уже можно будет претендовать на джунскую позицию. Вообще, подход наш при найме, это в первую очередь соответствие, наверное, софтам, нежели хардскилам, и если вы действительно готовы учиться, открыты новому, легки в коммуникации, и не стесняетесь задавать вопросы, когда вам что-то непонятно, процесс обучения пойдет гораздо легче, и вы быстрее сможете устроиться на джунскую стартовую позицию. Отлично. И последний вопрос, есть ли что-то для разработчиков Python со знанием SQL? Да. Прям напишите мне обязательно, это важные скиллы, которые нам очень нужны, поэтому, да. Отлично. Тогда я прошу вас разместить в чате маленькую ссылочку, ну, как бы, текстом, да, ссылку на ваш ресурс, куда можно писать, как с вами связаться, потому что так, наверное, будет слушателям удобнее, кто сегодня с нами. Большое спасибо, Денис, Мила. Мила, вас приглашаю на следующий день карьеры для не айтишников. Прошу вот ответить еще Олегу в чате. А сейчас у нас следующий работодатель, РЖД технологии, Людмила Киселева и Алексей Никифоров. Так, сейчас я вашу презентацию включу. Так, это не то. Так, вот, презентация на экране. Ольга, если можно, со второго слайда тогда, да. Всем добрый день. Рада приветствовать всех участников данной встречи, особенно соискателей, да, в принципе, ради вас мы сегодня собрались. Давайте мы так построим нашу встречу. Немножко расскажу сначала про нашу компанию и вкратко, кого мы ищем, да, там. И мой рассказ продолжит мой коллега, да, соответственно, из производственного нашего блока, Алексей, и расскажет немножко поподробнее по требованиям, да, и по проектам, ну, чтобы была информация с первых уст, более интересная. Ну, и, конечно, мы будем готовы ответить на вопросы, если не будут участников. Что касается нашей компании, компания у нас молодая, нам два года. Создано мы были для реализации двух основных задач, две основные миссии у нас. Первая – это сопровождение цифровой трансформации в холдинге РЖД. И вторая наша задача – это сопровождение, продуктовое наше направление. Наши компании есть своих пять дочерних обществ, они, ну, часть из них занимаются разработкой своих IT-продуктов, часть предоставляют IT-услуги. Наша задача – им помочь сделать их продукты более востребованными на рынке. Основная наша задача, естественно, является это сопровождение цифровой трансформации. У нас сейчас в портфеле проектов больше 300 проектов. Часть проектов мы успешно реализовали уже, они там на этапе масштабирования сейчас находятся. Достаточно много проектов в портфеле сейчас непосредственно в работе, и еще планируется большой ползадач. Кроме этого, скажу, ну, немножко похвастаю, скажу, что наша компания выиграла Гранд Сколкова на разработку облачной фабрики роботов. Я думаю, что если это кому-то тоже будет интересно, как дальнейшая сфера профессионального развития, то мы тоже готовы будем, как говорится, посотрудничать. Вот. Что касается по нам, как работодателю, я думаю, ну, немножко про команду расскажу. Может, следующий слайд, Ольга. У нас в компании работает достаточно много специалистов из разных областей. Есть и представители системных интеграторов, есть из консалтинга, из банков, непосредственно из РЖД, конечно, часть коллег к нам пришли. Мы очень гордимся, что смогли собрать такую сплоченную команду профессионалов, для которых очень важна именно работа на, естественно, интересных задачах, да, которые не откладываются в какой-то долгий ящик. Мы всегда очень болеем за результат. И для нас реализация нашей задачи, те проекты, на которые мы работаем, они, ну, для нас это вот первоочередное. Скажу сразу, что задачи проекта, они меняются. И у нас, у наших, ну, ребят, особенно, которые, так скажем, начинают, ну, не то, что начинают, но есть иногда возможность выбора, да, проектов, на которых они будут работать. Такое мы не то, что говорим мы на постоянной основе, но и такая возможность есть, да, поучаствовать на разных проектах. Что касается по непосредственно, кого мы ищем в команду, это, скорее всего, ребят, которых настроены на свое профессиональное развитие, на приобретение компетенции в сфере проектного управления и наращивание компетенции в сфере IT, IT-консалтс. Вот. Наверное, будет правильно, если сейчас передам слово Алексею, да, моему коллеге, и он расскажет про тех ребят, кого мы ищем, да, по его направлению. Людмила, спасибо. Коллеги, привет. Меня зовут Алексей Никифоров. Я старший консультант отдела процессного моделирования и оптимизации бизнес-процессов в компании RGD-технологии. Наш отдел занимается реализацией проектов, способствующих улучшению процессного управления холдинга RGD. В RGD порядка, если мне не изменяет память, около 120 тысяч процессов разного качества. И наша задача, внедряя различные технологии, сделать эти процессы лучше. Сейчас мы реализуем четыре проекта. Первый – это RPA, это технология автоматизации бизнес-процессов, использующая настраиваемые программные роботы. Где программный робот – это программа на компьютере, которая имитирует действия человека, взаимодействие с пользовательским интерфейсом, информационной системой, приложений, которая позволяет переложить выполнение рутинных операций, не требующих какого-то интеллектуальных решений для трудоемких и часто повторяющихся операций. Второй проект – это голосовые сервисы. Это платформенное решение, которое позволяет предоставлять различные услуги через взаимодействие голосом. Оно позволяет идентифицировать пользователя по голосу и на основании его ответов принимать какие-либо решения. Следующий наш проект – это процесс майнинг. Это технология, которая позволяет обнаруживать бизнес-процесс путем анализа логов информационных систем и сравнивать полученную визуальную модель процесса с формализованной, описанной моделью процесса и выявлять отклонения в реальном протекании этого процесса и таким образом улучшать его, обнаруживая какие-либо узкие места. И четвертый проект, которым мы сейчас занимаемся – это замещение системы управления IT-услугами или ITSM-системы. Это проект, в котором мы, собственно, заменяем существующую систему, которая используется для предоставления управления IT-услугами. Она построена на базе HP Service Manager и из-за политики импортозамещения мы решили заменить ее на более новую – Тирасофт Крейчо. Но также эта новая платформа обладает каким-то расширенным функционалом, который мы считаем полезным и важным для нас. И, собственно, для реализации этих проектов и любых других будущих в этой области мы ищем новых коллег в нашу команду. Сейчас у нас открыты две вакансии – это аналитик ITSM и аналитик BPMS. По большому счету требования к этим вакансиям практически одинаковые. Это сбор требований, формализация этих требований, подготовка различной проектной документации, взаимодействие с заказчиками, анализ существующих бизнес-процессов и предложения по их улучшению. Разница заключается лишь в том, что для аналитика BPMS, от аналитика BPMS мы ожидаем какой-либо опыт в внедрении продукта в компании Тирасофт. Это либо BPM онлайн, или теперь он называется CREATIO, и, собственно, вся его будущая деятельность будет крутиться вокруг этой платформы. А для аналитика ITSM мы ожидаем какой-либо опыт во внедрении любых решений класса Service Desk, абсолютно неважно, какого вендора, и более полное знание методологии ITIL. Вот это, пожалуй, все, что я могу сказать о наших требованиях. И если у вас есть хотя бы минимальный опыт в этом направлении и вас заинтересовали эти вакансии, обращайтесь к нам. Спасибо. Ольга, мы все, да. Готовы ответить на вопросы. Хорошо. Уважаемые слушатели, пока пишите вопросы, я хочу тоже поинтересоваться. Есть ли у вас такая практика, что вы берете на стажировку, ну, если это в вашей системе? Да, у нас иногда бывают вакансии для стажеров, вот, на данный момент их нету, но в любом случае мы базу кандидатов формируем, если потребуется, да, если так, бизнесу будет такая необходимость, да, или там, вот какие-то задачи для стажеров, конечно, мы будем рады сотрудничать и рассмотреть с кандидатов. Можно вас попросить в чат тоже написать свои контакты, куда могли бы слушатели отправлять напрямую резюме, может быть, почту там? Да, да, хорошо, конечно. Вот, уважаемые слушатели, не вижу вопросов в чате. Тогда задам еще вопрос. Вот вы сейчас назвали две вакансии, да, такие, которые открыты, а какие в целом бывают, то есть чтобы как-то тоже людей сейчас нам сориентировать, может быть, кто-то отправит в резерв, да, свое резюме. По каким направлениям еще могут быть? Вот спрашивает, например, Илья, там, Java-разработчики нужны вам компании? Сказать, непосредственно Java-разработчик у нас нет в вакансии, у нас пока на данный момент нет разработчиков в штате, у нас больше ребят с компетенцией бизнес-аналитик, вот, ну, в нашем дочернем обществе есть такие вакансии, поэтому мы, если пришлют ребята, то мы, как бы, никого не бросим, обязательно сориентирован, и в холдинге RGD достаточно тесно все коммуницируют, и мы готовы будем с коллегами поделиться в рамках холдинга RGD. Как у вас сейчас происходит работа для IT-специалистов? Это дистанционный формат или... Ну, в принципе, мы достаточно, как бы, такие очень европейского, может так сказать, стиля в компании, то есть мы обычно все согласовываем с кандидатами, потому что такая пандемия внесла свои изменения, да, в наш ритм жизни, вот, у нас сейчас практически все ребята работают удаленно, даже кто-то в другие города уехали, и для нас больше важен результат работы, нежели там присутствие в офисе с 9 до 6, вот, и мы всегда идем навстречу ребятам, если у кого какие-то там, ну, какие-то пожелания, да, работать из дома или там работать в какое-то определенное время, то мы тоже вместе с непосредственным руководителем это обсуждаем. То есть мы открыты к залу, в этом смысле. Хорошо, прекрасно. Спасибо вам большое. Вроде вопросов я не вижу, ждем от вас информации, куда можно отправить свои резюме. Благодарю вас, приглашаю вас, когда еще будут у вас вакансии, присылайте нам. Следующая компания у нас TMT Group, Алекс Мазуркевич. Алекс, вы на связи? Так, сейчас секундочку, передам вам права на презентацию. Так, передала права, можно включать. Спасибо. Так, начнем. Здравствуйте, меня зовут Александр Мазуркевич, я основатель компании TMT Group. Это совокупность компаний в IT-секторе, стартапов и не только. Одна из наших основных компаний – это TMT Soft, компания аутсорсинговая по разработке софта. Вот, мы ее начинали 4 года назад, и на сегодняшний день уже примерно у нас 30 специалистов работают в компании в основном офисе в Праге с возможностью такого удаленного процесса работы. Часть из них, ввиду определенных причин, уже работает удаленно, некоторые еще находятся в офисе. Вот, как мы развивались? Все начиналось с одного человека. Постепенно, шаг за шагом, значит, я ее строил и нанимал новых и новых специалистов, и столкнулся с такой проблемой, когда было сложно обучать людей, и сложно было находить, так как мы находимся на европейском рынке, и на сегодняшний день рынок очень такой, ну, прям плотно забит спросом на инженеров, столкнулись с большой проблемой поиска специалистов, и вынуждены были отталкиваться от того, что к нам приходили юниоры, начальные какие-то специалисты, все, кто немножко-немножко ориентировался в своей специализации. В связи с этим мы очень неплохо построили экспертизу обучения и подготовки инженеров, юниоров и каких-то даже людей, которые даже не до конца еще понимают, в какой области они хотели бы развиваться. Таким образом, часть из наших специалистов, которых мы наняли уже на сегодняшний день, уже примерно процентов, наверное, 40, это все те, кто пришел в компанию на позиции юниор. И таким образом мы развиваемся. В компании есть как внешние клиенты, так и внутренние стартапы, которые мы самостоятельно развиваем, и часть из них была даже отчасти продана другим компаниям. Таким образом, наши специалисты всегда сталкиваются с разного рода задачами, то есть довольно-таки актуальными, то есть не просто с задачами, которые узконишевые на сегодняшний день, но максимально такие расфокусированные. Какие продукты мы делаем? Мы в основном работаем в финтехе, в образовании, делаем продукты в мобильной разработке, на языке Kotlin, Swift. Какими технологиями пользуемся? Это front-end и back-end, максимально такие, ну, востребованные стэки, как JavaScript, PHP, язык программирования, да, и другие. Но более того, скажу так, что нашу компанию мы ищем специалистов, которые не с каким-то фокусированным, фокусированным, значит, стэком определенным, а мы отдельно рассматриваем каждого претендента на знание определенного стэка и потом думаем, как можно его интегрировать в нашу среду. То есть мы такие, ну, своего рода гибкие специалисты. Вот. Как, примерно, расскажу, какие именно проекты самые основные на сегодняшний день у нас получились. Это наша такая школа обучения своего рода, которая автоматизирована под, ну, создание специалиста с нуля и уже до какого-то более-менее высокого уровня. И таким образом мы оттуда уже даже собираем себе какие-то кадры такого рода. Что еще можем предложить? Ну, мы ищем специалистов в мобильной разработке. Я уже повторюсь опять. То есть это Kotlin и Swift, языки программирования. Неважно, юниор это. Может быть, кто-то даже интересуется этим и имеет достаточно много времени, да, чтобы посвящать этому направлению. Мы с этими людьми отдельно будем заниматься и их готовить. Если это специалисты во фронт-энде либо бэк-энде, да, это в основном нас интересует, как JavaScript-разработчики и те, кто неплохо ориентируется с Next.js, да, GraphQL такими стэками, ну и, конечно же, другие, да, то есть если есть какие-то стэки, в которых вы более-менее ориентируетесь, то присылайте ваше резюме нам, мы будем анализировать его и уже давать рекомендации, куда и как можно подключать специалиста. Примерно это так выглядит. У нас, основной наш офис находится в Чехии, это Прага. Мы сейчас открываем офис в России и Украине. Пока там, ну, в связи с тем, что сейчас COVID, мы работаем удаленно в основном, да, поэтому возможно даже иметь какую-то релокацию, то есть некоторые специалисты, когда уже получают определенный бэкграунд, знания, они способны даже переехать, да, могут переехать в Чехию, могут переехать в какие-то другие офисы в других европейских странах. Но у нас пока только в Чехии офис основной. Вот, примерно так. Ну, в целом, это вся презентация, да, которую я хотел презентовать. Возможно, у кого-то будут вопросы, задавайте, потому что времени не так много, не хотелось бы его отнимать у всех. И таким образом, ну, послушаю ваши вопросы. Спасибо большое за презентацию, уважаемые слушатели. Пишите в чат, если что-то непонятно. Я думаю, тут прекрасная возможность для тех, кто на перспективу хочет переехать в Европу. Как у вас сейчас обстановка в Праге, как-то ситуация с ковидом? У нас все хорошо. Здесь, как такое, ну, объявили локдаун, но в целом мы удаленно все работаем, даже некоторые специалисты ходят и в офис. Поэтому мне кажется, что профессиональная какая-то составляющая не сильно пострадала, а вот в плане, наверное, посещения бизнес-центров и фитнес-центров, это, конечно, сложнее. Но, кстати, более того, я скажу, что в локдаун к нам даже несколько человек переехали, да, то есть когда был этот процесс, для профессиональной деятельности здесь нет никаких ограничений, да, то есть и принимают специалистов, и можно даже инженеров к себе приглашать и все такое. То есть, а в плане такой, ну, обыденной жизни, наверное, да, тогда, ну, есть ограничения определенные. Ну, в ближайшее время вроде как уже все закончится, поэтому мне кажется, что это только плюс. Но многие люди, кстати, сюда переезжают для стажировки и потом устраиваются в крупные компании. Здесь очень много крупных компаний, которые просто, ну, на расхват прям инженеров, но опытных, да. То есть, если юниоры не все, ну, как бы хотят брать юниоров к себе в команды, потому что им надо уже делать определенные целенаправленные какие-то узкие вещи, в которых, ну, надо подготовиться, надо знать. Мы в свою очередь наоборот, да, более-таки гибкие, можем принимать, можем адаптировать уже процесс сразу под специалиста. Более того, мы в некоторых проектах, даже если специалист очень энергичный и ему интересно расти, развиваться, мы даже его, ну, как бы предлагаем ему стать партнером, даем опцион в каких-то проектах для того, чтобы мотивировать, да, и человек мог расти дальше. Вот примерно как-то так. Я вижу вопросы в чате. Есть ли какое-то требование по уровню английского? Ну, вот я по ситуации расскажу. Смотрите, какая история была у нас. У нас были специалисты, которые вообще не знали английского языка. Как мы решили эту проблему? Мы создали команду, в которой project manager хорошо говорит по английскому языку. Есть ли какие-то заказчики, иностранцы, да, у нас, или, предположим, даже немцы, либо чехи, да, кто угодно, да, они работают напрямую с project manager, а project manager уже распределяет и задачи, и коммуникацию ведет с заказчиком. То есть инженерам, по факту, да, недостаточно обладать, ну, то есть надо обладать знаниями, но они со временем, вот я даже наблюдаю в командах, вижу, что они со временем начинают сами адаптироваться под среду и, значит, на опыте, уже общаясь на митингах вот с заказчиками, начинают уже сами обучаться этому языку. То есть это очень интересный процесс, это как, если взять пластилин, да, и какую-то форму, значит, пластилин начинает заполнять эту форму, создается объем именно той формы, да. Вот примерно так и специалисты, они, когда видят, в какой именно среде и чем надо обладать, они начинают наполняться. При этом очень важно обладать энергией, очень такой, ну, активной, да, и желанием обучаться. Это очень быстро-быстро в такой среде формируется, и специалист начинает становиться очень ценным. То есть у нас, например, вот с юниора за один год человек уже, ну, переходит как минимум на middle, потому что, ну, во-первых, он видит, что среда такая, ну, активная, да, а второе, он имеет большое желание, мотивацию двигаться, расти. И это, конечно, большой плюс. Поэтому все от этого зависит. Хорошо. Следующий вопрос. Насколько высокие требования по SWIFT? Какие требования к скиллу? Тут я бы так сказал. Мы не ставим никаких определенных требований. Мы приглашаем человека, делаем собеседование с ним и даем ему тестовое задание. Ну, просто какое-то, очень простое, максимально. И смотрим, как у человека получается его реализовать. И видим, где есть ошибки какие-то. Вот. Если проходит там, ну, определенное время, мы видим, что есть активная такая, ну, позиция, да, у, наверное, специалиста, да, то это очень быстро все корректируется. В зависимости от того, сколько он времени тратит на работу. Потому что здесь факт такой, как, чем больше человек тратит время на работу и энергии своей влаживает, то тем легче нам его подготовить под нужную среду. Вот. Примерно это так выглядит. И отсюда получается такая, ну, прям как, прям в бою. Даешь ему оружие, он начинает, по сути, заниматься реальной практикой, да. И мы прям его вот так вот и готовим. То есть, даже с какой-то со стороны, мы консультируем, понятное дело, да, своими специалистами, да, где ошибки и так далее. Но если у человека есть очень сильная такая энергия, потому что мы делали опыт, собирали такую песочницу, да, пред юниоров и юниоров, ну, если можно так назвать, ну, примерно было человек 10 или 14, бесплатно при том, мы их всех готовили. И здесь очень большой фактор влияет. Из них всех только один смог дойти, ну, не то, что дойти до конца, обладал такой энергией, которой хватило для того, чтобы стать уже юниором или фронтенд-разработчиком начальной стадии, который бы перешел уже в стадию, когда компания может платить зарплату. То есть, представляете, насколько остальные все потеряли мотивацию, интерес просто. Ну, наверное, было мало энергии вложено в это, и это очень большой показатель. Поэтому мы ищем тех, у кого очень много энергии, кто сильно хочет развиваться и расти. А если это все есть, да, то мы с любого человека можем подготовить специалиста. Вот мы прямо вот на такую делаем упор. Угу. И пару последних вопросов. Есть ли направление у вас Java-разработки, и есть ли потребность тестировщиков, и по Linux нужны ли специалисты? Вот можно вот эти три? Да, вот Java-разработчики нам нужны, да, даже очень. Тестировщики, все зависит от того, какие, да, и в каком виде они... С опытом автоматизированного тестирования. Да, мы с такими тоже согласны пообщаться. Это интересно, потому что у нас еще до этого не было даже отдельно департмента такого под тестирование. То есть, мы просто брали человека, и он просто как бы тестировал, да, и с радостью поговорим, да, на эту тему, если есть уже какие-то знания. Ну, а Linux-специалисты нужны, кстати, более того, я не знаю, насколько это интересно будет тем, кто работает в этом направлении. Если им интересно сертифицироваться, то мы в нашей компании даже оплачиваем сертификацию полностью и помогаем развиваться в этом направлении. У нас даже несколько человек есть Amazon-сертифицированных специалистов. Это очень ценное такое направление, никто на это не делает упор, но при развитии, то есть вот прям продуктов таких вот глобальных, да, Amazon, Microsoft, можно, ну, классификацию специалиста поднимать на более высокий уровень, и, соответственно, вы даже можете получить оффер высокий от компании, имея сертификаты по работе с продуктами. Это довольно-таки несложно, допустим, если вы работаете с Linux, и там, допустим, делаете DevOps или какое-то серверное администрирование, да, в этих направлениях, это очень востребованные специалисты на сегодняшний день, которые могут закрывать и backend, в частности, и саму серверную часть, там, DevOps и так далее. То есть вот мы это тоже прорабатывали, у нас на сегодняшний день несколько специалистов таких есть с сертификатом, и это не очень сложно получить. То есть если это так просто звучит, это так, ну, очень страшно, да, но по факту это довольно-таки легко. Там серия определенных тестов, и проходит специалист, и получает там начальный сертификат, потом подтверждает его, ну, и дальше шаг за шагом. И вот у меня последний вопрос. Подскажите, как оформляются ваши отношения, допустим, если работник, допустим, там, специалист, который хочет у вас стажироваться, либо там на какую-то джунирскую позицию? Есть ли какое-то оформление у вас документальное в этом плане? Да, мы уже этот вопрос много раз обсуждали. Мы на сегодняшний день работаем в юрисдикции Чешской Республики Прага, да, и делаем договор по закону, значит, этой европейской страны, Чехии, да, на работу оформляем с каждым специалистом. Единственное, что, момент такой, если человек работает удаленно, он находится, предположим, в России, Белоруссии, Украине, неважно где, то все праздники, которые проходят в этой стране, он, ну, получает, как бы, значит, выходной именно в рамках этой страны. А если он уже потом релокацию происходит, приезжает в Прагу, то все праздники он, значит, отмечает, допустим, не работает, да, по этой стране. То есть, ну, вот, примерно это так. Отлично, спасибо, благодарю вас, очень интересное выступление. Слушатели просят ваши контакты в чат, куда можно, как можно с вами связаться. Да, хорошо, я сейчас пришлю. Благодарю. Следующий наш спикер Анна Холодова, компания Мосгаз. Мы сегодня очень плотно идем. Добрый день. Анна, ваша презентация на экране, можно начинать. А, я вам обещала права передать, правильно? Да, если можно, Ольга. Одну секунду. Так, передаю права. Видно презентацию? Так, наверное, чтобы загрузилась, нажмите «Шеа». Правее от камеры, значка «Камеры» внизу. Ага, так. Вот так? Да, все, так, вижу. Да, все в порядке? Да, только вижу демонстрацию экрана, вот, можно показать презентацию. Так. Сейчас отк... Угу. Просто переключите у себя на презентацию. Угу. Презентация видна, нет? Да, видна, все в порядке. Угу. Так, почему-то отключается. Так, отлично. Здравствуйте, коллеги. Рада всех вас приветствовать сегодня. Я расскажу вкратце о компании «Аумус Газ» и о тех вакансиях, которые у нас открыты в сфере IT. На сегодняшний день «Мос Газ» является одним из крупнейших предприятий города Москвы. В прошлом году мы отметили юбилей, 155 лет со дня основания. На сегодняшний день профессиональный коллектив компании составляет более 4 тысяч сотрудников. Основные услуги, которые мы оказываем, это, ну, все вам известно, кто живет в Москве, да, если запахло газом, то звоните на номер 104 или 112, приедет аварийная бригада. Соответственно, прием таких звонков – это к нам. Различные услуги населению там по замене газовых плит, по транспортировке газа по городу Москве – это все услуги ООО «Мос Газ». На, соответственно, сам различные управления «Мос Газа» распортированы по всему городу Москва, поэтому, в принципе, при трудоустройстве можно решать какие-то вопросы по удобности подъезда. Центральный офис находится на метро «Курская», то есть это центр. Планы развития общества достаточно большие. В 2021 году планируется модернизировать более 50 километров газотранспортной сети города, а также построить еще 107 километров новых газовых сетей. Приоритетные направления деятельности компании – это, ну, как я уже сказала, строительство, реконструкция, капитальный ремонт газовых сетей, объектов газового хозяйства города Москвы, технические надзоры приемка вновь построенных объектов газового хозяйства, актуализация генеральной схемы газоснабжения, то есть это взаимодействие со всеми структурами, основными структурами города Москвы и в том числе ЖКХ направлений. Обеспечение надежного бесперебойного газоснабжения городских потребителей, ну и, соответственно, соответствие разработанных автоматизированных систем управления, производственных процессов. Кадровая и социальная политика общества направлена на обеспечение безопасных и комфортных в условиях труда. Сразу хочу сказать, что если при слове ООМУСГАСУ вас складывается ощущение, что это очень бюрократическая компания, которая там со времен Советского Союза организовалась и работает старыми принципами, то это не так. У нас есть коллективный договор, в рамках которого мы все работаем, у нас работает профсоюз, как бы это ни звучало удивительно и так по-советски, но тем не менее очень много профсоюз делает для сотрудников, есть льготные путевки для детей в лагеря, есть программа поддержки многодетных семей. То есть работа с сотрудниками ведется очень интересная и такая плодотворная. Система оплаты труда стандартная, на сегодняшний день современная. Это оклад плюс премия. Премирование выплачивается в размере 100% в зависимости от деятельности за месяц. Проводимая социальная политика направлена на мотивацию сотрудников к длительной эффективной работе в компании, то есть производятся выплаты за длительность лет работы, у нас выплачивается 13-й зарплаты ежегодно, много проводится различных спортивных состязаний в обществе среди сотрудников, ну и, естественно, там конкурс профессионального мастерства, например, лучший работник отрасли. По условиям работы еще раз хочу сказать, что центральный офис у нас в 10 минутах от метро Курская, заработная плата плюс премия, оклад плюс премия, график работы 5-2 с 8 до 5. Возможно, какие-то небольшие исключения, но это все оговаривается индивидуально. Сразу хочу сказать, что удаленная работа не приветствуется, и только в том случае, вот когда у нас сейчас была пандемия, когда мы все сидели по домам, тогда да, все работали дома, при этом зарплата выплачивалась в размере 100%, никаких у нас здесь не было сложностей. Ну, естественно, трудоустройство согласно ТК РФ, отпуска, оплата больничных, здесь все стандартно. В обществе приветствуется обучение и развитие персонала. В программах обучения ежегодно участвует около 2000 сотрудников, то есть у нас есть свой учебный центр, который проводит обучение, а также приветствуется обучение в различных сторонних организациях, если это необходимо по производственной необходимости. Так, ну и, собственно, дальше несколько слов о самих вакансиях, которые у нас на сегодняшний день открыты. Сотрудников мы приглашаем по направлению 1С. В основном это работа в нашем управлении цифровизацией. Работа связана с различными системами, у нас их очень много разных. Это и кадровая зарплата управления персоналом, и бухгалтерия, и самописные различные системы, при этом там складская логистика, транспортная логистика. В общем, мы приглашаем любых специалистов по любым программам. Если у вас есть опыт и желание работать, мы только рады. Основные требования, например, для вакансии программиста, вы видите на слайде, то есть это высшее техническое образование. Сразу хочу сказать про опыт работы. Для программистов мы, ну, скажем так, ищем с опытом работы, да, при этом всегда еще раз скажу, все индивидуально, и если вы прошли обучение, получили сертификат, и чувствуете, что вы прям будущий программист, и у вас все получается, приходите, побеседуем, пройдем тестирование, проведем небольшое тестирование с вами, и дальше уже будем обсуждать какие-то дальнейшие перспективы. Следующая вакансия, которая у нас открыта, это разработчик мобильных приложений. Сразу хочу сказать, что платформа, на которой вы будете писать мобильное приложение, для нас не принципиально. Главное, чтобы приложение состыковалось с Андроидом, ну и, соответственно, обмен с 1С. Без этого никуда. Так. И вакансия консультанта 1С. Несмотря на то, что здесь у нас указано, что требуем работы, опыт работы 3-6 лет, мы готовы рассматривать специалистов после обучения, прошедших обучения, без опыта работы. Готовы обучать, безусловно. И если вам интересно направление 1С развития здесь, пожалуйста, мы будем только рады. На этом все. На последнем сайте вы видите контакты наших специалистов Елены Денишкиной. Она руководит группой по подбору адаптации персонала. Соответственно, все вопросы вы можете направлять ей на почту или на телефону звонить, и она подскажет. Ну, соответственно, также резюме. Ольга, у меня все. Я готова ответить на вопросы. Анна, спасибо большое. Уважаемые слушатели, пишите. Я так понимаю, что основное направление у вас это знание 1С. Да, в области IT у нас желательно знание 1С, безусловно, за исключением разработчика мобильных приложений. Подскажите, берете сразу на, ну, как бы, трудоустраиваете, или есть тоже какие-то программы стажировок, какие-то направления? Нет, такого ничего у нас нет. Мы сразу трудоустраиваем на полный день, берем сразу в штат. А как таковых предварительных стажировок у нас нет. Подскажите у вас, насколько у вас серьезное прохождение отбора? Какие-то тестовые задания, там специальные собеседования, какие-то очень каверзные с HR-ом имеются. Чуть-чуть приоткроете за... Да, конечно, конечно. Как таковых серьезных тестовых испытаний у нас нет, но, безусловно, при приеме на работу мы хотим познакомиться с будущим кандидатом, поэтому дается небольшие тестовые задания, которые помогут нам понять уровень знаний сотрудника и оценить возможность дальнейшего роста, уровня зарплаты. Но никаких пятичасовых больших тестов или написаний кодов, безусловно, не требуется. Валерия спрашивает. Что касается... Да, Ольга. А если есть опыт в 1С по самописным решениям нетиповым на платформе 1С, рассматривается ли на должность консультанта 1С? Да, безусловно, рассматриваем, очень приветствуем. И больше того, если у вас есть опыт написания, то здесь можно уже даже говорить о должности ведущего специалиста либо разработчика, программиста. Конечно. Так, я вас перебила до этого, что-то еще хотели сказать? Да, ну, вы спрашивали меня о сложностях при приеме и каверных вопросах. Кроме тестирования, у нас с HR, с HR-ами все достаточно просто. У нас, безусловно, как в любой организации города Москвы, есть своя служба безопасности, которая проверяет при приеме на работу. Но, опять же, на моем опыте еще ни разу не было случаев, когда кто-то из сотрудников не прошел эту проверку. То есть, в принципе, кроме собеседования с руководством управления и, возможно, с генеральным директором никаких сложностей не бывает. Большое вам спасибо. Я попрошу вас тогда вот контакты Елены Денишкиной написать, продублировать в чат для наших слушателей. Ну, конечно, конечно, конечно. Еще, может быть, какие-то вопросы есть? Вопросов пока больше не вижу. Если можно, останьтесь еще минутчик пять, может быть, появится, ответите в чате. Да, еще, Ольга, если минуту скажу, по поводу уровня откладов и зарплат на уровне, ну, скажем так, хорошего фирмы-франчайзи. Если кто-то сталкивается с системой М1С и имел опыт работы, то в целом по средний уровень по городу Москвы, я бы даже сказала, чуть выше уровень зарплат для этих должностей. Ну и к тому же стабильная компания со всеми гарантиями. Да, да, безусловно, два раза в месяц выплата зарплаты, плюс, как я сказала, профсоюзные все различные интересные клюшки. Ну и что немаловажно, вот в нашей нестабильной ситуации с пандемией, даже при удаленной работе, 100% выплата, зарплата, никаких минусов и всего прочего. Прекрасно. Ну, если есть какие-то у вас новые вакансии или надо продублировать, пожалуйста, мне пишите, мы обязательно все выложим в наших каналах. Спасибо. Благодарю вас за участие, Анна. Приходите к нам еще. Спасибо. И как бонус для наших слушателей еще будет выступление Ольги Белой. Ольга выступит как эксперт от Хабра Карьера. Ольга. Так, Ольга подключается. Так, слышу вас. Пока не вижу. Пока Ольга подключается, я хочу сказать несколько слов о том, что каждому слушателю сегодня, если полагается такая консультация по профессиональному развитию, если у вас есть какая-то карьерная цель, например, стать разработчиком, Java-разработчиком или определенная карьерная цель, допустим, повысить свой профессиональный уровень в каком-то направлении, то важно эту цель для себя поставить и четко распланировать. И в этом вам могут помочь наши консультанты. Обращайтесь, сейчас я в чат отправлю ссылку, как на нее записаться. И наш менеджер обязательно вас проконсультирует вместе с вами, сможет распланировать, как с помощью обучения к этой цели прийти. Передаю слово Ольге. Ольга, вижу вас. Да, Ольга, спасибо большое. Извините, что у меня микрофон плохо подключался. А вы включите презентацию? Презентацию вы мне куда отправили? Понятно. Давайте я тогда сейчас, секунду, извините, коллеги, за заминку. Я просто сейчас тогда сама сейчас открою. От тебя сможете показать, да? Да, 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 буквально только одну секундочку сейчас, хорошо. Я ее открою. Так. Да, по Мозгазу я вижу, я думаю, что Анна обязательно сейчас их пришлет. Если не пришлет, я смотрю чат и продублирую, у меня они есть. И также контакты для записи на консультацию обязательно тоже сейчас размещу. Так, 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 буквально одну секундочку. У меня есть права на демонстрацию? Я вам сейчас их передам. Угу, спасибо. Так, передаю, должно прийти уведомление. Так, сейчас посмотрим. Так. Пока не вижу, но сейчас попробую открыть. Так, вы презентер. Нажмите около, внизу четыре значка. Около камеры есть кружочек шея. На него нажмите. Угу. Так. Скажите мне, пожалуйста, стол. Загрузился. Отлично. Так, коллеги, да, извините за техническую заминку. Я сегодня хочу немножко рассказать о том, как упростить свой поиск своей первой работы в IT. Почему я об этом рассказываю? Я представляю Хабаркарьеру. Хабаркарьеру – это сервис, где IT-специалисты могут найти себе работу. Но мы занимаемся не только этим. Мы также занимаемся и аналитикой зарплат. И у нас на сервисе можно оставлять отзывы о работодателях. И на основе этих отзывов мы их собираем, агрегируем, анонимизируем и формируем оценки компаний, которые являются работодателями в сфере IT. И выстраиваем каждый год рейтинг этих работодателей. Мы также занимаемся различными аналитическими исследованиями. И в том числе также у нас есть маркетплейс образовательных курсов, где наши пользователи могут найти те курсы, которые могут помочь им повысить свою квалификацию. В том числе, конечно, и курсы специалистов там представлены в широком ассортименте. И, кроме того, наш сервис Хабаркарьера поддерживает и личное общение между всеми нашими пользователями. То есть можно найти себе каких-то единомышленников, можно найти себе работу, можно задать какие-то вопросы работодателям. И вот в целом мы видим свою миссию в том, чтобы помогать IT-специалистам строить козьеру в IT. И поскольку мы занимаем такое нейтральное положение между работодателями и сыскателями, мы наблюдаем эти процессы, которые происходят на рынке. И наблюдая эти процессы, хотим поделиться нашими вот этими наблюдениями, которые, может быть, помогут вам с вашим первым трудоустройством. Ну, или, может быть, не с первым, но когда ищешь свою первую или вторую работу, не всегда чувствуешь себя уверенно. Поэтому я хочу немножко рассказать о том, как это выглядит с разных сторон. Со стороны работодателя и со стороны соискателя. Давайте сначала поговорим со стороны работодателя немножко об этом. Вот у меня перелечился слайд. Как работодатель выбирает себе какого-то начинающего специалиста, квалификации джуниор или стажера, возможно. Для нас, для всех, как бы не секрет, что в России большой дефицит IT-кадров. То есть, вот по подсчетам Минцифры не хватает до 1 миллиона специалистов в различных сферах. И этот дефицит, он не может быть быстро заполнен, потому что выпускников не хватает. Поэтому, конечно, каждый IT-специалист на рынке высоко востребован. Но, с другой стороны, мы видим, то есть, вроде бы, кажется, что всех IT-специалистов должны очень быстро разбирать и трудоустраивать. Но, с другой стороны, мы видим, что для джуниора, для начинающего специалиста, для стажера не всегда бывает просто устроиться. И возникает как бы такое узкое место. То есть, вроде бы, начинающих специалистов на рынке много, в целом специалистов не хватает. Но начинающим специалисту трудно устроиться, трудно вырасти, трудно повысить свой, ну, как бы приобрести реальный опыт работы с тем, чтобы стать уже там программистом middle уровня, среднего уровня и так далее. Вот. Почему так происходит? То есть мы видим, что работодатели испытывают, ну, некоторую, ну, может быть, слово недоверие слишком сильное, но некоторую опаску при трудоустройстве джуниор-специалистов. Мы проводили исследование. Извините, у меня немножко с голосом. Мы проводили исследование и опрашивали работодателей, компаний разного размера, большие, маленькие, средние, какие основные риски они ведут при работе с джуниор-специалистами. И вот смотрите, эти риски здесь вот в таком виде, в виде пирамиды у нас представлены. То есть наиболее такой большой риск, да, такой наиболее весомый, это то, что сложно оценить потенциал. Когда компания смотрит на молодого специалиста, она не очень понимает, как бы, ей сложно понять, как он разовьется дальше и в кого он вырастет. Далее достаточно большой риск, и вот мы видим, что они примерно равны по размеру, это то, что сложно доверять задачи, потому что это риск для проекта. Если джуниор что-то сделает, может быть, не до конца хорошо, да, или не так быстро, как это планировалось, да, есть риск того, что, в общем-то, весь проект может оказаться, ну, как бы, под ударом, да. Кому-то срочно придется исправлять эти ошибки или срочно идти, помогать, доделать задачи, чтобы вложиться в срок, ну, и там другие неприятные последствия могут быть, да. Вот достаточно дорого начинающего специалиста адаптировать, да, то есть все равно начинающего специалиста нужно обучать, даже если он умеет программировать, может быть, даже хорошо уметь, все равно есть риски, есть издержки по адаптации, они достаточно высокие. Вот, высока вероятность ухода молодого специалиста в другую компанию, то есть приходит джуниор-специалист, набирается опыта, получает полгода опыта и уходит искать более, не знаю, интересную, более перспективную, более денежную компанию. И, конечно, компания опасается брать джуна, потому что, ну, в общем-то, этот риск, что специалист уйдет через полгода после того, как на его адаптацию уже потрачены ресурсы, ну, в общем, он довольно неприятен. Вот, ну и дальше, как бы, остальные риски, они уже имеют такой меньший вес, поэтому, в общем, не так сильно влияют на эту ситуацию. Давайте посмотрим, то есть, ну, вот вы приходите к работодателю, который какие-то из этих рисков или, может быть, все из них, как бы, чувствует, и как вы можете преодолеть этот барьер, как вы можете решить этот вопрос. Понятно, что в больших компаниях, как правило, выстроены, вот эти процессы уже четко простроены, и эти риски меньше, но, может быть, не все из вас, например, хотят трудоустроиться сразу в большую компанию, кому-то интереснее работать и в компаниях другого размера, да и у больших компаний, не у всех, как бы, все эти риски сняты. Поэтому давайте подумаем, как, что вы можете со своей стороны рассказать, показать себе, чтобы эти риски, скажем так, нибелировать, да, в глазах работодателя. Смотрите, мы в этом же исследовании, мы изучали не только работодателей, мы еще изучали и соискателей. И вот здесь мы видим, что есть некоторый диссонанс, да, между тем, на что смотрит работодатель, и что ожидает специалист от работодателя, как бы, что думает специалист о том, на что будет смотреть работодатель. То есть, во-первых, сильно недооценивается общая адекватность софт-скиллы, да, то есть для работодателя это вообще самый приоритетный такой навык у специалиста, да, наличие у него софт-скиллов и некоторого, ну, вот сложно это сформулировать как-то по-другому, да, некоторого общей адекватности какого-то жизненного опыта, понимания, там, как устроена IT-компания, да, какой-то, ну, таких базовых, каких-то очень базовых вещей. Вот, то есть для работодателя это наиболее важная вещь, соискатели существенно оценивают ее как довольно важную, но несколько менее важную. Дальше, ну, конечно, работодатель и соискатель, работодатель, конечно, смотрит на базовые технические знания, соискатели это понимают. Вот, способность пройти тестовое задание очень важна для работодателя. Опять же, соискатели недооценивают, да, начинающие специалисты недооценивают важность вот этого, своей способности пройти это свое задание. И смотрите, профильное образование тоже достаточно важно и тоже несколько недооценивается, хотя уже не так сильно. И еще есть не самое важное, но тем не менее все-таки довольно значимое, это учебные личные достижения, которые также существенно недооцениваются, их важно существенно недооцениваться начинающими специалистами. То есть вот здесь мы видим некоторый, ну как бы такой вполне понятный в силу отсутствия практического опыта, дефицит понимания, что же для работодателя важно. Давайте сейчас попробуем про это поговорить подробно, чтобы вы при своей презентации в сопроводительном письме, в резюме, в личной встрече правильно могли свои вот эти, как бы оценить востребованность этого и правильно донести, что вы обладаете всеми этими необходимыми работодателем качеством. Во-первых, немножко про софт-скиллы, да. Софт-скиллы, наверное, вы уже, поскольку в IT-сфере так или иначе находитесь, вы уже, наверное, имели возможность столкнуться с тем, что, с таким мнением, да, о том, что софт-скиллы очень важны, и зачастую даже бывает такое, высказывается точка зрения, что софт-скиллы почти так же важны, как и хард-скиллы, то есть умение программировать, знания технологий, аллогаритмов и так далее. Почему это так? Ну, есть разные объяснения, но одно из объяснений, которое нравится мне, оно такое, что стало очень много сложных задач, вернее, задачи стали настолько сложными и проекты стали настолько большими, что единственный способ их сделать – это работать в команде. А работа в команде – это требует софт-скиллов. То есть если раньше программирование часто, ну, какое-то время назад, часто было делом одиночек, и человек, который не очень обладает софт-скиллами, мог вполне этим заниматься, а софт-скиллы были нужны project-менеджерам и другим людям, которые осуществляли коммуникации, то сейчас с тем, что задачи стали большими, проекты стали большими, все делает команда. И с приходом agile технологий управления проектами, когда каждый член команды, по сути, вовлечен в этот проект, каждый член команды отчасти вовлечен в управление проектом, вот софт-скиллы выходят на первый план. Поэтому, конечно, достаточно важно продемонстрировать вот те софт-скиллы, которыми вы обладаете, показать их работодателю с наилучшей стороны, как это можно сделать, как мы можем продемонстрировать работодателю свои софт-скиллы. Ну, например, рассказать какие-то примеры из своей жизни, когда вы их проявляли. Какие вот софт-скиллы у нас бывают? Ну, конечно, это вот те софт-скиллы, которые направлены на командную работу, умение работать в команде, договариваться, убеждать, умение услышать мнение оппонента, все, что касается некоторого командного взаимодействия. Во-вторых, это софт-скиллы, которые направлены на самоорганизацию, то есть это тайм-менеджмент, это ответственность, это умение ставить себе цели, достигать результатов и так далее. То есть все, что касается того, как вы организуете собственную работу. И, конечно, то, что касается, те софт-скиллы, которые касаются организации работы других людей. Это не так важно для начинающих специалистов, но все равно в перспективе любой эти специалисты стремятся вырасти, снять сначала тем ледом, потом, может быть, занять какую-то другую позицию, в которой он также будет ставить задачи и другим людям тоже. И поэтому вот эти софт-скиллы, направленные на командную работу, также имеют большое значение для этих специалистов. Но, конечно, если вы устраиваете на свою там какую-то первую работу, на инженерскую позицию, важнее всего ваше умение работать в команде, потому что это, безусловно, от вас потребуется. Именно с помощью работы в команде и общения с более опытными коллегами у вас будет происходить некоторое обучение. В том числе, не только, но в том числе. И, конечно, для начинающих специалистов очень важны вот эти личные софт-скиллы, потому что это то, что позволяет вам развиваться. И, конечно, работодатель, говоря о том, что для него важны софт-скиллы, он смотрит, можете ли вы развиваться, можете ли вы учиться, насколько вы самостоятельны, насколько вы проактивны и насколько вы готовы влиться в команду. И это все работодателю нужно показать, чтобы снять, ну, вот как бы этот, чтобы снять, сейчас риски посмотрим, чтобы снять риск того, что, ну, вот комплексный такой момент, и то, что рабочие процессы не подходят для встраивания новичков, и то, что сложно работать в команде с новичком из-за того, что у него маленький жизненный опыт, да, и в том, что адаптировать дорого, то есть вот эти все риски, они снимаются за счет того, что вы говорите, я буду сам, демонстрируете, да, говорить мало, демонстрируете на каких-то примерах или объясняете, как вы это делаете, что я буду сам учиться, я буду сам разбираться, я там контактен и так далее. Вот. Второй момент, извините, прискочила через слайд, второй момент, это касается базовых технических знаний. Здесь, конечно, достаточно важно продемонстрировать вашу практическую работу, какие-то проекты, которые вы выполняли. Учебные, стажировки, ваши какие-то пед-проекты. Пед-проект, да, это такой, ну, как бы от слова пед, домашний питомец, это какие-то ваши личные проекты, которые вам было интересно делать, вы их сами для себя сделаете. Вот. Очень, очень... Может быть, в хакатонах вы каких-то участвовали, может быть, каких-то других, не знаю, на каких-то... Есть много разных, например, таких сервисов, где можно решать различные задачи, да, и там получать какие-то за это места и баллы. Может быть, вы на этапе учебы выполняли какие-то учебные практики. То есть все это очень важно принести и показать работодателю, потому что это является вашим, безусловно, конкурентным преимуществом. Чем больше хорошего кода вы можете показать, тем больше работодатель склонен, как бы, вот этот риск того, что непонятно, непонятен потенциал, для него снимается, потенциал становится виден. Вот. И здесь тоже мы как раз в этом исследовании спрашивали, участвовали ли во время обучения в стажировках, в каких-то совместных программах. Мы видим, что только маленький процент обучающихся участвовал. Это, конечно, если вы в чем-то участвовали, можете предъявить какие-то коммерческие или околокоммерческие, или хотя бы учебные проекты, это выгодно вас отличает от других ваших конкурентов на рынке. Далее. Наличие профильного образования, хотя оно за последние годы несколько теряет свою значимость. Опять же, есть такое мнение, что опыт важнее, но, и, конечно, опыт важнее, мы это видим, да, базовые технические знания важнее. Но все-таки наличие профильного образования тоже имеет значение. И мы видим, что почти 35% специалистов говорят, что профильное образование помогает в трудоустройстве. И для 15% работодателей наличие какого-то образования влияло на то, что они этого сотрудника приглашали на работу. Да, это не очень много, но, тем не менее, это тоже некоторые, знаете, как дополнительный плюсик к вашему, вам в карму, да. Поэтому если у вас есть какое-то хорошее образование, обязательно его покажите. Основное, дополнительное. Даже если, может быть, у вас есть какое-то хорошее образование, которое не связано непосредственно с программированием, это тоже может быть бонусом, потому что какие-то составляющие вашего образования тоже могут быть полезны вам в вашей работе. Ну, например, может быть, у вас какое-то профильное финансовое образование, потом вы решили переквалифицироваться в программирование, но если вы будете устраиваться в какую-то финансовую компанию программистом, для них ваше профильное образование тоже будет существенным плюсом, потому что вы понимаете все процессы, которые в этой компании происходят. Так. Ну, вот здесь такой график, который как раз показывает, что очень часто люди начинают работать в IT еще до того, как у них основное образование закончено. То есть вот только 33% начинают работать с законченным образованием, а остальные начинают работать раньше, будучи студентом, там, очного отделения, заочного, вечернего. То есть на самом деле это нам говорит о том, что чем раньше вы на самом деле устроитесь работать, чем раньше начнете стажироваться, тем лучше и проще для вас будет ваша вся дальнейшая карьера. Потому что чем раньше начнете получить какой-то коммерческий опыт, тем это для вас, конечно, лучше. Про учебные личные достижения хочется сказать. То есть, ну, понятно, что мы можем продемонстрировать какие-то высокие баллы в учебе, да, как хорошо мы сдали какие-то тесты, но также важно продемонстрировать свои успехи на каких-то вот публичных сервисах, где вы можете показать, насколько вы разбираетесь в технологиях на фоне других участников. То есть, опять же, из нашего опроса работодателей мы видим, что в 27% случаев опыт участия в IT-сообществах играл значительную роль в решении принять сотрудника на работу. Что такое IT-сообщество? Ну, это те сервисы, которые, на которых, так сказать, собираются IT-специалисты, да, на которых они общаются, обмениваются знаниями. Например, вот здесь у нас на графике тоже есть пример от сервисов, например, это GitHub, конечно, в первую очередь, потому что на GitHub, я думаю, что вы знаете, это такое место, где разработчики могут хранить свои исходные коды, участвовать в open-source проектах, в том числе совместно вести эти open-source проекты. И, конечно, наличие вашего профиля на GitHub, информация о том, что вы сделали вклад в те или иные open-source проекты, наличие каких-то там звездочек, фолловеров и так далее, все это для работодателей является существенным показателем вашего опыта и того, что вы хорошо разбираетесь в тех технологиях, на которых вы пишете, в тех языках программирования, в фарбоках и так далее. Также, конечно, вот мы видим, что для работодателей важно присутствие на Хабре, может быть, те статьи, те комментарии, тот рейтинг, который у вас есть, потому что во всех этих сообществах, Хабр, Stack Overflow и других, экспертное сообщество, которое там собирается, оно оценивает тот склад, который каждый участник делает. То есть люди пишут статьи, отвечают на вопросы, комментируют, другие участники сообщества делают какую-то экспертную оценку, везде разные механизмы, там плюсики, лайки, какие-то еще другие выражения этой оценки. Но в любом случае работодатель может посмотреть, как другие профессионалы оценивают знания, которые демонстрирует тот или иной член этого сообщества. Поэтому здорово, если вы уже обучаясь на ранних стадиях, начнете где-то себя публично проявлять с тем, чтобы при работодателе вы могли сказать, смотрите, у меня, например, по такой-то технологии на Stack Overflow столько там плюсчиков, да, вот я настолько, как бы, классно разбираюсь, что я вот даю ответы на вопросы, хорошие, и мои ответы люди оценивают очень положительно, это здорово. Это тоже, опять же, если у вас нет какого-то коммерческого опыта, вы только учитесь, но вы хорошо разработались в технологиях и можете экспертно отвечать на вопросы, у вас есть наработан какой-то опыт, который вам позволяет это делать, это здорово, это тоже демонстрирует, как пододавателю ваши знания и умения. Вот, мы вот, например, на Хабрия, на Хабаркаре считаем, что это настолько важно, что у нас прямо внутри профиля каждого специалиста на Хабрия можно привязать свои профили в других профессиональных сообществах, и вот эти рейтинги, которые в каждом из этих сообществ есть, мы в таком упрощенном виде выводим прямо в профиль соискателя, то есть вот тут видите золотые, серебряные и бронзовые звездочки, да, ну понятно, что по аналогии с медалями больше всего, как бы лучше всего, когда золотая, бронзовые немножко поменьше, чуть пониже оцениваются знания этого специалиста на, внутри этого профессионального сообщества, этой технологии, ну и бронзовые, соответственно, тоже пониже. А вот, например, по системному администрированию слишком, либо, ну как бы, слишком мало статей и комментариев опубликовано было этим специалистам, либо недостаточно высоко, они оценены, и поэтому звездочки здесь нет. Про возраст хочу немножко сказать тоже, чтобы как бы снять какие-то опасения того, что возраст может быть препятствием. На самом деле мы видим, что для 60% работодателей возраст препятствием не является. Да, есть работодатели, для которых есть какие-то ограничения, там кто-то 10% немного говорит, что не берем, если кандидат моложе 20 лет, кто для кого-то там тоже для 10% является препятствием, если кандидат старше 30 лет, но в целом это очень, достаточно минимальная доля, да, для большинства работодателей возраст не является препятствием. И можно начинать очень рано, можно начинать очень поздно, все это вполне работает. Давайте немножко просуммируем, да, то есть очень важно показать свой потенциал, рассказать про все свои достижения, про все свои статьи, про все свои проекты учебные, коммерческие, open-source, PET-проекты, в общем, максимум того, что вы делали, что может продемонстрировать ваше знание. Будьте готовы к тому, что первое время вам будут давать какие-то скучные задачи, потому что давать интересные задачи немножко рискованно, потому что, как правило, интересные задачи это то, что связано, ну, какими-то важными частями проекта, и если вы там с чем-то не справитесь, это может простоять против под угрозу. Поэтому будьте к этому готовы и демонстрируйте эту готовность, да, к тому, что вы в целом, если вам в целом нравится эта компания, вы хотите в ней развиваться, будьте готовы продемонстрировать вот эту свою готовность для начала, даже делать что-то, может быть, не суперинтересное. Да, покажите, что вы хотите учиться, расскажите про все ваше образование, вплоть до каких-то книг, которые вы читали, которые вам помогли профессионально развиваться, всех курсов, все ваше основное дополнительное, любое образование, да, все ваши знания, которые у вас есть. Вот, демонстрируйте, что вы пришли надолго, задавайте вопросы там о том, какие у вас перспективы развития, куда идет компания, обо всем этом. Обязательно продемонстрируйте ваши софт-скиллы, ну, про это мы достаточно подробно поговорили. И, конечно, ваше участие в профессиональных сообществах тоже важно, потому что это экспертная оценка от других профессионалов, некоторая независимая экспертная оценка, которая тоже создает дополнительное доверие работодателю. Немножко про то, как выбрать работодателя. Какие есть возможности, да? Во-первых, конечно, ну, если вы хотите работать в IT и остаться там надолго, то следите за рынком, читайте, всегда советую читать Хаббер, потому что это полезно и интересно, но читайте и другие профильные ресурсы, блоги топовых компаний, статьи по вашей тематике, интервью с работодателями, ходите на митапы и конференции. Сейчас это не так увлекательно, потому что все онлайн. И, как сказать, основные, самые ценные разговоры обычно проходят во время куфибрейка или в курилке. Конечно, по ситуации онлайна мы этого лишены, но, с другой стороны, онлайн расширяет границы, не обязательно куда-то идти или ехать, можно просто нажать на ссылку и оказаться уже на митапе. Поэтому обязательно посещайте все это, и это полезно. Вот если брать, например, Хаббер, то блоги всех топовых компаний на Хаббере есть. Я вот сделала скриншотик какого-то маленького количества. Изучайте отзывы сотрудников об IT-компаниях. Здесь важно понять, что нет плохих компаний, просто может так быть, что у вас и у компаний разные ценности. И поэтому ищите те компании, которые совпадают с вами по ценностям. Если вы хотите работать в какой-то, если вы хотите быстрого карьерного роста, вам не будут подходить не очень большие компании. Зато если вы, например, склонны к, хотите работать в каком-то небольшом дружном коллективе с комфортной атмосферой, наверное, как раз небольшие компании будут вам подходить лучше. То есть всегда есть какие-то ваши ценности, и то, что, какие-то ценности компании, и то, что она вам может дать. Поэтому просто ищите то, что вам подходит. Вот, например, мы на Хаббер карьере, как я уже сказала, Собираем оценки от сотрудников о их работодателях как раз для того, чтобы те специалисты, которые хотят трудоустроиться, могли понять, насколько им эта компания подходит. То есть, опять же, все компании хорошие, но мы именно смотрим, что подходит для нас. То есть, мы видим, что компания JetBrains, например, это у нас данные по оценке за прошлый год, за 20-й год, да, у них прямо самые ключевые их ценности – это карьерный рост, а есть топ с менеджментом, и также высоко сотрудники оценивают социальный пакет. То есть, если вы ориентированы на карьерный рост, и для вас важно, что вы будете много общаться с топами, и вы будете понимать, куда идет компания, и вы будете иметь возможность как-то на это повлиять, то вот JetBrains для вас – классная компания. Далее, мы рекомендуем, ну, как бы, из нашего опыта мы рекомендуем следить за рейтингами, конечно, это неувесальный инструмент, и он совершенно не гарантирует, что компанию, у которой высокий рейтинг, действительно вам понравится, потому что, как я уже сказала, важно найти компанию, которая совпадает с вами по ценностям, да, найти своих. Но, как минимум, компаниям из рейтинга стоит присмотреться, потому что в любом случае это некоторые показатели достижения этой компании. Вот, ну, вот, например, тоже кусочек из нашего рейтинга за 20-й год, вот, целиком рейтинг можно посмотреть по ссылке. И мониторите, сколько стоит специалиста вашего уровня. Ну, я бы сказала, что для старожеров, и прямо, если вы совсем джуниор-джуниор, это, наверное, не так актуально, нужно соглашаться на... Если компания хорошая вам нравится, соглашайтесь на то, что предлагают. Но в целом мониторить уровень зарплат полезно, и вот, например, как... Это наш график за... поскольку мы мониторим информацию о зарплатах и делимся ею на нашем ресурсе, вот этот график, мне кажется, интересный за, соответственно, с 3 года, с 18-го по 20-й год. И вот здесь по 4-м полугодиям, да, за 2 года получается, 4 полугодия, 2 года, со 2-го полугодия, 18-го по 1-й полугодии 20-го года. Мне кажется, здесь довольно интересно то, что зарплаты стажеров и джуниоров практически не растут, да, они практически стабильны, но зато мы видим, что зарплаты медлов, особенно сеньоров и джуниоров, растут вот каждое полугодие, да, то есть такой, мне кажется, хороший стимул прокачиваться и быстрее остановиться медлом, а потом и сеньор. Последнее, чем хочу поделиться, это полезными ресурсами. То есть если у вас есть какие-то вопросы, если вы хотите что-то узнать про рынок, читайте Хаббер. Если вы хотите опубликовать свой профессиональный профиль, показать себя с лучшей стороны, найти работу, приходите к нам на Хаббер карьеру, мы вам очень рады. Хотите узнать что-то о работодателях, у нас мы в своем блоге публикуем интервью с работодателями, заходите, читайте, может быть, найдете какого-то работодателя, который вам очень понравится. Смотрите наш рейтинг. Калькулятор зарплаты вам может помочь с определением, ну, как бы, пониманием, да, на что вы можете претендовать и как-то чувствовать себя более комфортно с таким читательным вопросом, как зарплата. И, ну, наш блог, в принципе, полезный и интересный. Мы будем рады, опять же, если вы будете его читать. Извините, если это было слишком долго, мне немножко увлеклась, по-моему, немножко превысил лимит. Если будут какие-то вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Ольга, спасибо большое за выступление. Я смотрю, что даже ни один слушатель у нас не отключился. Всем было очень интересно, потому что сегодня много джунов собралось у нас. И, естественно, всем эта проблема, да, трудоустройство без опыта, она очень актуальна. Если можно, продублируйте, пожалуйста, информацию вот с последнего слайда в нашу... Да-да-да, я сейчас в чат продублирую, конечно. Уважаемые слушатели, если, Ольга, есть какие-то вопросы, можно задать любой вопрос, да, связанный с трудоустройством? Какие-то сомнения, может быть, советы? Ольга, эксперт хаврокарьера, она обязательно с вами поделится, она как раз вот IT-направлением занимается. Да, вот пишут, Илья, что действительно проблема актуальна. Я надеюсь, сегодня как раз мы собрали работодателей, которые вам показали, что даже если вы в интернете читаете, что требуется специалист определенного уровня, надо всегда пробовать откликаться и на этапе поиска стажировки джуниорской позиции без опыта. Надо писать, несмотря на то, что указано где-то там требования к опыту, все равно могут быть в это время, в этой компании какие-то потребности, которые вы можете закрыть. Главный принцип, на мой взгляд, для специалиста без опыта, это какая-то первичная активность на этапе поиска. Я бы еще добавила, что если... Что очень здорово, если вы сформируете какой-то список компаний, которые вам кажутся привлекательными, как работодатели для вас. Может быть, какое-то направление деятельности у них вас привлекает, или технологии, которыми они занимаются, или просто они там чем-то вам симпатичны своими продуктами. Не так важно, просто вот если вы сформируете список компаний, в которых вы хотите работать, даже если в них нет каких-то вакансий сейчас стажерских, вы всегда можете к ним обратиться и проактивно себя предложить. Главное, не расстраиваться, если вам говорят, что стажерских вакансий нет, потому что, ну, может быть, их действительно нет. Но вполне может быть, что вот эта ваша заинтересованность, работодателю тоже как бы... Для работодателя тоже очень важна мотивация сотрудников, и эта ваша заинтересованность будет дополнительным плюсом, и, может быть, какие-то стажерские вакансии есть. Может быть, они появятся потом, и про вас вспомнят. Мы не только, как бы, деятельность этих компаний, ходите на митапы, знакомьтесь с сотрудниками. В конечном итоге это все окупится, потому что вполне возможно, что это даст вам возможность впоследствии трудоустроиться. Может быть, не на первом даже этапе, но все равно создание вот такого нетворкинга, оно очень-очень полезно. Да, вот анонсирую, кстати, ближайшее мероприятие в специалисте. Это 15 мая будет конференция по Microsoft по облачным решениям. Скоро будет, обязательно мы всех оповестим. Читайте почту, записывайтесь, да, это будет плюсик, да, тоже к вашим неким активностям, которые можно в резюме указать. Также у нас, значит, это будет 15 апреля, а в середине мая мы планируем соревнования по JavaScript, и тоже можно будет принять участие и как это указать, как некую активность в своем резюме про то, что сегодня Ольга говорила. Ну что ж, вопросов я не вижу. Я тогда думаю, что пора нам на этом заканчивать. Хочу поблагодарить всех спикеров. Ольга, вас хочу поблагодарить, что всегда приходите к нам, выступаете. Спасибо, уважаемые слушатели, что с нами были до конца, почти два часа. Это очень много, но я думаю, что это сделает какой-то вклад, да, в ваш старт вашей карьеры. Мы всегда на связи, приходите учиться к нам. Я еще оставлю на 10 минут чат, чтобы вы могли для себя полезные ссылки какие-то, да, скопировать спокойным образом и где-то себе зафиксировать, если вам нужно. Останавливаю запись. Готова буду ответить на вопросы, если они появятся уже без записи. Спасибо.